Два мяча Настраивались как обычно, как на любого соперника. Подготовки какой-то конкретно не было. Собрать бы больше шести человек на игру, это уже будет для нас счастьем. А так никто никуда не готовился. Хорошо, что хотя бы до офиса доехали, зарегистрировались парни. А так удалось забить два мяча, ввели в счете. На второй тайм, конечно, нас уже не хватило сил и волна нас уже додавила. Хорошо, что они не забили вообще третий и не выиграли матч. А как думаешь, скалась ли игра вашего втором тайме, что в первом плейне вы очень активно действовали на плейне поля соперника и в целом прессинговали здорово? Ну, может быть, как раз казалось это на волне. Может быть, они не ожидали, что мы так пойдем вперед. Хотя, может быть, мы и сами не ожидали. Просто они нам позволили это сделать. Мы начали как-то давить и больше держать мяч. Из-за этого результат такой, что мы забили два гола. Могли вообще в конце забить, когда попали в перекладину. Хотя и в этом же эпизоде, по сути дела, мы могли и пропустить в раздевалку. Поэтому, ну, возможно, как раз мы оставили все силы, может быть, на первый тайм и на, наверное, может, 5-7 минут второго. И у нас уже вторая половина второго тайма не хватало сил. Были какие-то там контр-атаки, когда, ну, может, поддавливали, волна сама ошибалась немного. Но, тем не менее, сил, конечно, уже в конце было очень мало. И вот хорошо, что вот такой результат хотя бы. Ну, хотя, в принципе, после первого тайма, можно сказать, и обидно, что ввели в два мяча. Но по ходу второго тайма, особенно в конце, наверное, это и хорошо, что 2-2, а не проигрыш. Продолжение следует...